МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационную картину дня представляют журналисты телеканала Первый Карагандинский в студии Полина Малюкова. Здравствуйте. Вначале о главном. В Караганде зарегистрирована четвертая смерть инфицированного коронавирусом. 56-летний мужчина скончался вчера в инфекционном госпитале больницы имени Макожанова. Караганда обеспечила свои предприятия новыми заказами после карантина. Сегодня в городе идет масштабное благоустройство дворов, ремонт фасадов и кровель домов. 4 июня отмечается один из главных праздников для страны – День государственных символов Казахстана. Карагандинские волонтеры организовали собственную акцию и не дали горожанам забыть о важной дате. В Караганде зарегистрирована четвертая смерть инфицированного коронавирусом. Областное управление здравоохранения сообщает, что 56-летний мужчина находился в инфекционном госпитале больницы имени Макожанова в тяжелом состоянии. Пациент 1964 года был госпитализирован 17 мая. Клинический диагноз – коронавирусная инфекция COVID-19 тяжелой степени с поражением нижних дыхательных путей, двусторонняя пневмония, тяжелое течение. Также отмечались осложнения в виде острой дыхательной и почечной недостаточности, инфекционно-токсический шок. Медики отмечают, что мужчина заболел еще 15 мая, два дня лечился дома. Таким образом, в Карагандинской области четыре подтвержденных случая гибели пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией. По состоянию на 3 июня в регионе зарегистрировано 68 новых случаев COVID-19. Выявленные пациенты проживают в Караганде – 30, Тимиртау – 18, а также в Абайском, Бухожирауском, Шетском и Улытауском районах. Все госпитализированы в инфекционный стационар. В настоящее время состояние заболевших лиц удовлетворительное, проводится лечение. С начала регистрации в Карагандинской области выявлены 1024 случая заражения, 314 пациентов выписаны. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Дезинфекцию общественных мест возобновили в Караганде. И вновь на помощь приходят военные. Содействовано более 50 военнослужащих Карагандинского гарнизона регионального командования «Астана». Полсотни военнослужащих Карагандинского гарнизона вновь вышли на улицы Караганды для дезинфекции общественных мест. Среди них военный музыкант – сержант Арман Адельбеков. На ранцевый опрыскиватель он сменил духовой инструмент – тубу. Ну, аппарат достаточно такой весомый. И весит приблизительно килограммов 300, 30, точнее, килограммов. Тут уже привыкли, нам уже толком не ощущаем. Полностью заправленный, то есть бензин, жидкость, ну и все. Это жидкость, бак, объем 14 литров, само собой. И двигатель сам 1,7, объем двигателя вполне двухтактный, не тяжелый. Все компактно, оснащено для таких работ в городских условиях. В среду отряд военных прошел по проспектам Бухаржрау и Нуркена-Абдирова. Прежде всего обработали места, о которых люди касаются голыми руками. Поручни, перила, входные двери, а также скамейки. Работы проводятся с 7 часов утра, когда на улице не так многолюдно. В состав сводного отряда входят более 50 военнослужащих, до 10 единиц специальной техники, в том числе авторазливочных станций, до 40 единиц автономных ранцевых распрыскивателей типа «Штиль-250». Основная наша задача состоит, это профилактика, предупреждение и недопущение распространения вирусной инфекции среди граждан нашего города. Заявки от Акимата города поступают ежедневно. Отряд работает на проспектах и во дворах. Проводится дезинфекция детских и спортивных площадок. Специалисты отмечают, что дезинфекционное средство абсолютно безопасное. Оно не представляет никакой угрозы ни для людей, ни для животных и растений. Единственной жертвой раствора гипохлорита натрия станет вирус. Андрей Танандрий Тимофеев, Первый Карагандинский. Объекты образования Караганды охвачены масштабным ремонтом. Впервые в этом году в городе разом будут отремонтированы все школы и детские сады. Аким Карагандинской области Женес Касымбек во время объезда проверил, как подрядные компании справляются со своими обязанностями. Музыкальная школа номер 2 была построена в 1948 году. Капитального ремонта здесь никогда не проводили. Последний раз текущий был 29 лет назад. Здание, в котором занимаются 650 детей, давно нуждалось в обновлении. В этом году привести в порядок объект образования удалось благодаря дорожной карте занятости. Было выделено почти 78 миллионов тенге. Очень давно уже не было у нас ремонта в нашей школе. И в этом году нам выделили 77 миллионов 896 тысяч тенге. В нашей школе проходят сейчас уже работы, такие как штукатурка. В общем, полностью будут все... Все будет меняться, все будет улучшаться. Это классы, это фойе, это фасад. Впервые капитальный ремонт проводят еще в одной из старейших школ Майкудука номер 13. Зданию 86 лет. Оно имеет большую историю. Ежегодными текущими работами здесь было уже не обойтись. Акиму области рассказали, что заменят кровлю, обновят фасад, установят новые окна, систему отопления и многое другое. Всего в Караганде 133 объекта образования. Во всех будет проведен ремонт. Выделены значительные средства. Хочу отметить, что вообще на благоустройство вообще деньги никогда не выделялись. 30 лет, как сказалось, нам не давали. Как многие с ремонта, ой, как построили школу, с этого времени нет. Поэтому текущий ремонт в рамках ДКЗ 18 объектов образования, вот на 458 миллионов. И капитальный ремонт 11 объектов. Глава региона также проверил, как идут работы на стадионе «Летейщик». Спортивный объект сейчас находится под пристальным вниманием местных жителей. Не раз население просило его восстановить. По поручению Акима области в этом году нашли финансирование. И сейчас на стадионе начат ремонт. Проект состоит из футбольного поля, беговой дорожки, четырех модульных блоков. Это раздевалка, туалет, административный блок и блок охраны. В целом работы идут согласно графиков, даже немного с опережением. Работы планируем закончить в августе текущего года. В Караганде идет масштабное благоустройство дворов, ремонт фасадов и кровель домов, подъездных путей и внутриквартальных подъездов. Благодаря внушительному объему работ востребованы и местные строительные материалы. Подрядчики и производители региона работают в полную силу. В этом году на благоустройство Караганды выделили 9,6 миллиардов тенге. В рамках дорожной карты занятости отремонтируют 421 двор, 46 внутриквартальных подъездов, заасфальтируют 119 тротуаров и установят 269 детских и спортивных площадок. Материалы отечественного производства. Стоимость одной площадки около 3 миллионов тенге. Игровой комплекс включен в лазание по турникам, горки. Данный эскиз сейчас на согласование у заказчика. Этот эскиз можете в ближайшее время увидеть уже. В других дворах города площадки устанавливает компания 3К ЛТД. Этим летом подрядчик оборудует 142 игровых и спортивных комплексов в Майкудуке, Пришахсинске и Сортировке. К работам уже приступили. В период карантина у многих компаний были простои. Не стало исключением и ТОО «Кастроймарт-2030». Но с отступлением сезона благоустройства и смягчением мер заказы увеличились. Сейчас предприятие перешло на двухсменную работу. В связи с объемом сотрудники работают и днем, и ночью. Работаем мы по государственной программе Генеральной прокуратуры. Трудозанятые колонии в 2017 зашли под этой программой. И предоставляем рабочие места осужденным. Решаем сами программы, кроме того, что изготавляем бручатку. Бручатку мы поставляем на объекты в городе Караганде, Шахтинске, Абайе и ближайших сел в Караганской области. Благодаря масштабному благоустройству наращивают объемы производства и заводы Караганзинской области. Так, предприятие по производству опор освещения, светодиодных ламп и электромонтажного оборудования энергосистемы ЛТО получило заказ на полторы тысячи опор. Все их установят во дворах и вдоль тротуаров. Возможности нашего предприятия позволяют производить 100-120 опор в день. Поэтому это относительно небольшой объем. Во время карантина мы работали, но ввиду того, что карантин был по всему Казахстану, соответственно, объемы уменьшились. Мы были вынуждены, значит, мы не останавливались, но были вынуждены отправить порядка 40 человек без содержания. На сегодняшний день, благодаря дорожной карте, эти 40 человек мы вывели. И планируем, что они у нас будут работать. Также за счет бюджета в порядок приведут фасады и кровли 212 многоэтажек. В этих работах задействуют около 2700 человек. В центре занятости населения Караганды все еще открыт ряд вакансий. Больше всего востребованы разнорабочие, кровельщики, специалисты по укладке брусчатки и бордюров. Полина Малюкова, Даниил Тарасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 4 июня 1992 года Нурсултан Назарбаев впервые утвердил флаг, герб и гимн независимого Казахстана. С тех пор этот день остается одним из главных праздников для каждого гражданина республики. Карагандинские волонтеры организовали собственную акцию и не дали горожанам забыть о важной дате. С государственными символами связаны все победы и достижения казахстанцев. Наши соотечественники более 4000 раз пронесли флаг Казахстана по победным дорожкам, мировых состязаний и Олимпиад. Водрузили его в самых труднодоступных местах планеты, вознесли на самые высокие горные вершины и космические дали. Традиционные празднования в этом году пришлось отменить, но карагандинские волонтеры организовали масштабную акцию. Активисты вышли на улицы города, чтобы раздать календари с гимном и флажки. Они объясняют историю данного праздника, то есть полностью историю рассказывают наших государственных символов, кто автор, гимна, герба и флага. Задействованы в мероприятии 35 волонтеров. Все они в защитных масках, перчатках и строго соблюдают правила социального дистанцирования. Стоит отметить, что за время карантина волонтерская деятельность стала особенно популярной. Занимаются ей люди самого разного возраста. Например, Екатерине Бугольц всего 15 лет. Я думаю, что она нужна для того, чтобы люди побольше знали о нашей символике, вспоминали о том, что какая у нас символика. Продолжилась акция в одном из крупных торговых домов города. Волонтеры все вместе исполнили гимн независимого Казахстана. Флаг, герб и гимн республики несут в себе историю развития и становления независимости нашего государства. Традиционное празднование этого дня как нельзя лучше объединяет народ Казахстана. А карантин и пандемия не стали помехой. Полина Малюкова, Данил Тарасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде началось создание второго мурала памяти на стене жилого дома. Художественная композиция посвящена памяти советского летчика, героя Советского Союза Нуркена Абдирова. При благоприятных погодных условиях работа завершится в течение двух недель. Организаторами данного проекта выступает Акимат Карагандинской области совместно с проектом Териконова долина и Центром урбанистики Караганды Бельсенде Азамат. Идея украсить город рисунками появилась еще три года назад, но реализовать ее удалось только сейчас. Мурал расположился на стене дома номер два по проспекту Нуркена Абдирова, напротив памятника. Здесь ежедневно им смогут любоваться тысячи горожан. Само изображение, сам эскиз разработал наш художник Чингис Касимов. Этот эскиз мы утверждали совместно с Акиматом области, с Акиматом города Караганды. Вот, то есть, все это разработано нашим художникам. Каждый день художник уделяет рисунку около пяти часов. Полностью завершить композицию планируют в течение двух недель. Самое главное, чтобы не подвели погодные условия. Горожане уже успели оценить такую инициативу. Горожанам нравится. Они пишут позитивные комментарии в социальных сетях. Кто-то подходит, выражает благодарность. Кто-то подходит, спрашивает, может какая-то помощь нужна. Ну, мы ощущаем эту поддержку. На этом организаторы не остановятся. В планах на лето еще несколько интересных работ. Но детали пока держатся в тайне. Напомним, ранее на другой стене того же дома художники создали мурал памяти погибшему от рук браконьеров егерю Ерлану Нургалееву. Данная композиция уже очень полюбилась карагандинцам. И, возможно, в дальнейшем она станет почетным символом нашего города. Полида Малюкова, Манку Жанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. На этом наш выпуск подошел к концу. Если у вас есть интересная информация, обязательно делитесь ею с нами. Телефон службы новостей 420649. Берегите себя, носите маски и сохраняйте социальную дистанцию. Ну, а я с вами не прощаюсь. До встречи в эфире телеканала Первый Карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова